Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Тарантас Ньюс и в этом выпуске назову вам модели, которые теперь на рынке России станут намного дороже. Как отмечает генеральный директор автоспот.ру Дмитрий Андреев, уже в следующем месяце цена новых легковых машин на российском рынке вырастет на 5%, а к концу года рост стоимости будет достигать от 10 до 15%. В связи с обвалом курса рубля новые автомобили в России могут значительно прибавить в цене. Стоит сказать, что в нашей стране выпускают до 95% легковых авто, которые продаются на российском рынке, но их локализация производства не превышает 50%. То есть, как минимум, половина стоимости каждой машины привязана к валюте. По оценкам генерального директора Дмитрия Андреева, первые заметные изменения в ценовой политике автопроизводителей начнутся уже в апреле. По прогнозам, стоимость новых машин может вырасти в среднем на 5%. Для примера эксперт приводит самый востребованный кроссовер в России – Hyundai Creta, стартовая цена на который в данный момент составляет 998 тысяч рублей. Исходя из того, что локализация производства этой модели равна 40%, можно спрогнозировать, что при росте курса доллара на 10%, стоимость базовой версии кроссовера увеличится на 4% до показателя 1 миллион 37 тысяч 920 рублей. Больше всего подорожают модели, которые собираются за пределами России. Имеется в виду такие автомобили, как Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4, Suzuki Vitara, Skoda Superb, Kia Soul, Kia Picanto, а также Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla, Mitsubishi, Pajero Sport и Mazda 3. У меня пока все. Еще больше новостей доступно на нашем сайте tarantas.news. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok